Вы наверняка уже знаете, что такое LGBT3. Это искусственный интеллект, который умеет писать текста любой сложности. И возможно, вы уже знаете, что такое Дали. Это искусственный интеллект, который умеет рисовать. И делает он это не хуже других любых художников или графических дизайнеров. Но вы слышали когда-нибудь ранее про искусственный интеллект Point E? Этот искусственный интеллект может не только создавать 3D-модели из текста, но также он может конвертировать фотографии в 3D-модели. Всем привет, вы на канале Эти Просто, с вами Станислав. И в этом видео мы поговорим о том, как получить искусственный интеллект Point E, что он из себя представляет и как он работает. Все будет в этом видео, поэтому не перематывайте, смотрите прямо сейчас. Перейдя на страницу OpenAI в GitHub, мы можем заметить новый репозиторий, который был обновлен аж 1 час назад. Переходим сюда, и здесь мы можем увидеть следующие примеры, которые сможет сгенерировать этот искусственный интеллект. Если мы приглядимся, то каждая модель состоит из точек. Но почему именно точки и как он генерирует такие модели, об этом мы поговорим в отдельном видео. Потому что я понимаю, вам очень хочется узнать, как самому протестировать, как запустить этот искусственный интеллект и протестировать у себя дома. Поэтому в этом видео мы будем акцентировать внимание именно на этом и не будем углубляться в то, как он работает. Ну а тот, кто хочет прочитать поподробнее, как работает этот искусственный интеллект, я оставлю ссылку на подробную документацию, подробный анализ этого искусственного интеллекта, ссылка будет в описании. Вы здесь можете почитать, посмотреть различные фотографии. Ну а также я сниму отдельное видео о том, как он работает, поэтому советую подписаться и поставить колокольчик. Я расскажу вкратце, как он работает. Мы пишем любой текст, он его воспринимает и генерирует фотографию. Из этой фотографии он уже генерирует 3D модель и, собственно, все. Вот такие вот модели он может сгенерировать, а также и любые другие. Для начала я хочу вам показать один очень интересный сайт, это Hugging Face. Перейдя на него, мы можем здесь найти различные модели, а также есть такая вкладка Spaces. Переходим сюда, и здесь мы можем найти уже готовые, как бы, сборки различных искусственных интеллектов. Давайте найдем наш искусственный интеллект под названием PointE. Ссылка будет в описании, вы можете прочитать это все сейчас или чуть попозже. Давайте протестируем вот эту модель, нажимаем вот сюда, открывается такая станица. Мы пишем любой текст, например, напишем Car, то есть машина. Все это пишется на английском языке, соответственно, и в течение 17-30 секунд он генерирует эту фотографию. Точнее, не фотографию, а уже 3D модель. Спустя плюс-минус 15 секунд у нас сгенерировалась вот такая вот машинка. Немножко она какая-то маленькая, давайте попробуем еще раз. Этот процесс можно производить сколько угодно, каждый раз он будет генерировать различные машины. Теперь сгенерировалась совсем другая машинка. Мы можем отчетливо видеть каждую точку, а также видеть ее цвет и координаты. Но помимо такой модели, на этом сайте есть и другая модель. Она имеет немножко больше функций. Здесь мы можем помимо того, как конвертировать текст в 3D, мы можем также и конвертировать фотографию в 3D. Работает он вот таким способом. Мы загружаем фотографию, это стандартная фотография, которая дается на этом сайте. Эта фотография у нас преобразуется в такой набор точек, который образует 3D модель. И эта 3D модель у нас выглядит вот таким вот образом, уже обработанная полностью. Это очень классно. Мы можем также выбрать тексту Image to 3D. Что это значит? Сейчас вы увидите, мы вводим любой текст. Этот текст генерирует фотографию, а фотография уже будет помогать и искусственному интеллекту генерировать 3D модель. Вот смотрите, я написал машину, у нас сгенерировалась вот такая фотография машины. Теперь эту фотографию я буду генерировать в 3D. Произошла какая-то ошибка на этом сайте и у нас не сгенерировалась наша машина, хотя должна была сгенерироваться. Поэтому сейчас я покажу другой способ, который работает гораздо лучше и не требует каких-либо сторонних сайтов. Переходим на сайт collab.research.google.com. Здесь мы можем запускать непосредственно Python Code без каких-либо сторонних сайтов или чего-либо другого. Первым делом, что нам надо сделать, это просто нажать везде вот эти чек-боксы. Нажимаем сюда, доверяем этому файлу. Здесь у нас просто проверяется информация о видеокарте. На самом деле это не обязательно делать. Дальше мы должны установить библиотеку Plotly с помощью pip install. Устанавливаем ее. Это надо для того, чтобы визуализировать наши модели в 3D. Далее клонируем гитхаб-репозиторий. После переходим в point.e. Это мы переходим вот сюда, в эту папку. И устанавливаем вот этой командой. Сейчас мы устанавливаем вот этот склонированный репозиторий. Вот этой командой pip install. После того, как мы установили, мы можем начинать наши работы. Импортируем следующие импорты. Далее просто ставим везде вот эти вот чек-боксы. На этом этапе у нас создается базовая модель искусственного интеллекта. Поэтому это требует немного больше времени, чем предыдущие чек-боксы. И идем дальше. Нажимаем вот сюда снова. И здесь уже мы можем написать то, что мы хотим сгенерировать. Вот сюда в prompt пишем любое сообщение. Например, это будет... Давайте опять же машина. Здесь мы должны подождать, пока у нас пройдет 130 эпох. Все завершилось. Теперь нажав вот сюда и вот сюда, мы сможем создать вот такие вот фотографии с различных сторон. Теперь мы можем впервые посмотреть на нашу машинку. Далее, что нам надо сделать, это импортировать библиотеку, которую мы устанавливали ранее. Если помните, вот здесь мы ее устанавливали. Вот она. С помощью этой библиотеки мы будем визуализировать нашу машину. Последний чек-бокс и ждем. Вот наша машина в 3D. Отчетливо видно фары, колеса, капот, стекла видно. Теперь, если вы хотите открыть этот файл в блендере, например, вам надо выполнить следующие чек-боксы. Выполняем их поочередно. Это на самом деле не сложно и достаточно быстро. Ну, а теперь здесь, в этом чек-боксе, мы можем написать название нашего файла. Будет car.ply Нажимаем. Теперь переходим вот в эту папку. То есть, нажимаем вот сюда. Переходим, открываем эту папку. И здесь у нас находится вот этот файл. Мы его скачиваем. Переходим в блендер. Нажимаем файл. Импорт. И ищем вот эту вот точку.ply Нажимаем, переходим туда, куда мы сохранили. И открываем. Вот, пожалуйста, наша машина в блендере. Как мы видим, наша машина потеряла свои текстуры. Это произошло из-за того, что мы переносили именно сам объект, то есть 3D-модель без текстур. Но если вы хотите, вы можете ее раскрасить после или наложить какие-либо текстуры. Собственно, вот и все. Вы можете либо использовать этот сайт, но он иногда работает плохо и генерирует гораздо дольше. Либо использовать вот этот метод. Мне он больше нравится. Давайте попробуем еще что-либо сгенерировать. Например, сгенерируем камеру. Видеокамеру, чтобы он лучше понял. Видеокамеру. Нам не надо снова нажимать все эти чекбоксы, которые были ранее. Просто идем снова вот отсюда. Нажимаем этот чекбокс. У нас сгенерировалась видеокамера. Теперь мы можем посмотреть на нее с различных сторон. И еще важный момент. Это не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Мы видим нашу камеру. Давайте создадим 3D-модель. Вот наша видеокамера. Также сгенерируем ее в отдельный файл, чтобы после открыть. Называем камеру. Теперь здесь нажимаем вот этот значок. У нас появился новый файл. Скачиваем. Сохраняем. И теперь мы можем открыть его в блендере. Импорт. PLI формат. Импортируем наш файл. Вот так все это просто работает. Эти все модели, вот эта машинка, вот эта камера были сгенерированы непосредственно искусственным интеллектом. Все ссылки из этого видео будут в описании. Также вы можете почитать текстовую инструкцию о том, как это все сделать. На сайте iteprosto.ru Если вы хотите поддержать канал, вы можете подписаться на патреон. И также вы можете подписаться на канал на ютюбе, в соцсетях. Поставить лайки, поделиться этим видео с друзьями или написать комментарий. Как я ранее и сказал, я сниму отдельное видео о том, как работает этот искусственный интеллект. Как он это все генерирует. То есть его уже рассмотрим поподробнее. С вами был канал Iteprosto и я Станислав. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok